Музыка Красная лента перерезана и с этой минуты полноправными хозяевами площадки стали дети. Глава муниципалитета Андрей Иванов торжественно открыл еще две детские площадки на Можайском шоссе 165 и около Дома культуры Солнечной. В церемонии открытия приняла участие первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, один из приоритетных проектов партии «Единая Россия. Городская среда». Улучшение благоприятных условий горожан – это позволяет создавать парковые зоны и привлекать население к благоустройству территорий. Так и на этих площадках тематику выбирали сами жители – эко-город и морской транспорт. Шикарные площадки, шикарные. Покрытие очень хорошее. Для детей, конечно, я считаю, что очень здорово. Ну полностью вообще нравится. Ребенку вообще нравится лазить где-то. И качельки такие интересные. В план работ на 2019 год вошли 9 детских игровых площадок по программе губернатора «Наша Подмосковья». Одну из них уже открыли в Звенигороде. Остальные будут функционировать в Одинцове. «Они все сделаны в срок, все сделаны по стандарту и качеству, и наполнению. Не было еще ни одного замечания, не было еще ни одной критики в наш адрес по именно этой губернаторской программе. Мои слова благодарности Андрею Юрьевичу, потому что мы, конечно, бы такой объем без поддержки правительства не смогли бы осилить в этом году. И, конечно, эти площадки долгие-долгие годы жители ждали с нетерпением. Они все именно в тех местах, подчеркну, где их ждали». Площадь одного такого игрового комплекса – 450 квадратных метров. Провизиненное покрытие позволит свести к минимуму риск получения травм и ушибов. Все элементы площадки выполнены из современных материалов и соответствуют требованиям ГОСТа. Большой многоуровневый игровой городок «Корабль» с алыми крышами-парусами или эко-город из деревянных брусьев. Такая площадка оборудована кащелями гнездо и брусьями для воркаута. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».